Следующий доклад посчитает Галина Светлояровна Зеленина. Это же простые базарные люди, победительские стратегии преодоления местечковости. Добрый день. Я не могу, конечно, не конфликтировать над тем, что моя тема явно выламывается из литературического формата конференции. Но если какие-то более тонкие, смысловые вещи наблюдать, то она, если продолжаем предыдущую тему, спекулянтов, халтурщиков и сборов. А с вами доклады даже на одно слово больше я хочу сделать. Цитаты будут ГИВАУТ. Это же простые базарные люди. Стратегия преодоления местечковости. Вообще, в Иудайке история еврейского культуры, выход из эгоизма, из еврейства, разная стадия отхода от еврейства, вполне отготовленная тема. От всяких эринистических евреев Кександрии, которые воспевали перевод своего писания на английский язык, до средневековых выкрестов, эмоцепла и асимилиантов, нового времени и так далее. От разных этапов это подробно изучается. Меня интересует не совсем выход из еврейства, а вот некая релиминальная зона, когда человек отмежевывается от каких-то аспектов еврейства. И интересно, чего именно отмежевывается, что переживает как стыдное в еврействе, чем он отмежевывается и к чему он, наоборот, хочет приобщиться. Два примера для затравки, это более из ранних эпох, пример испанских моранов, которые отмежевывались, прежде всего, от религии и приобщались, соответственно, тоже к религии. И другой, как сам замечательный испанский поэт Игорьского происхождения Антона Дамонтора в конце 15 века, в самом секретном завещании. Сам следующее, мне сегодня стукнуло 70, и я никогда не вставал твердить, что наша святая Мария была девой, я не мугохульствовал, я причащался, читал кредо, я питался жирной грудинкой, я пожирал жарко и засоленный сиренин, я слышал мясо, молился, перебираю четки, я снял себя креслом с нами, протерну калей в штаны, и все равно я не освободился от позорного прозвища юрейки. То есть, гластротерия не привела к успеху, но понятно, как и она была. Через три века, например, циталия европейских евреев, которые пытались видеть из гетто, и там стыдно было, это не религия, а языком аня, и скульптуре. Один из памфлетов конца 18 века рассказывает про вот этих евреев, пытавшихся их притекариться, их влияние, как послепитель на нивы, сохраняются столь же явные и резкие черты, что их физиономия. Они все так же говорят народному жаргоне, который пытаются облагородить вообще не с христианами, а который остается прежним, вообще не между собой. В их собственности где-то стоят ясь и неряшивость, и они не в силах скрытия из-за чрезвычайных подвергностей обстановки. И, собственно, о чем я с тобой говорю дальше, это еще через пару веков, например, советский, в котором таким, как мне кажется, ключевым понятием, важнейшей категорией в этой временной зоне, была категория местечковости, и, соответственно, рефлексирующие на эту тему, пытались от местечковости перейти к интеллигентности. Пример этот близкий нам фронологический и интуитивно, как кажется всем, кто как-то как-то биографический или иначе учестен, понятный. Например, очень любят это приравнивать местечковость к провинциальности. То, что сказать местечковость к провинциальности, тогда вроде как все становится понятным. На самом деле, как мне кажется, понятны здесь и не все, есть много нюансов. В частности, провинциальности не то слово, это один из аспектов местечковости, но местечковость состоит еще в разных вещах. Ну, в частности, понятно, что интеллигентность не является антономом провинциальности. Да, антономом местечковость является не историчностью, а интеллигентностью. Материалами для меня служили всякие, так называемые, источники личных расхождений. Это несколько сотен интервью с евреями до военных лет рождения, 20-х, 30-х, некоторая часть из них сортовых. В большинстве украинских, но не только интервью, но совершенно разные, биографические и более демографические, и более тематические. В общем, разного раз, большинство биографических. И несколько десятков мумаров исторических того же пленального поколения. Местечковость, понятно, это слово «местечко». И у слова «местечковые» есть два значения, собственно, конкретное, историческое, социальное и переносное. Конкретное, относящееся к историческому местечку, родом оттуда. А второе – это носители определенного спектра качеств, что, собственно, нас в большей степени интересует. Качеств оперативно оцениваемых и с местечком прямо неувязываемых. Говоря о первом значении, я, кажется, скажу о памяти о местечке, которая, как и идишская литература в местечке, которая очень хорошо изучена идишистами и начала изучаться прямо тогда, когда возникла и изучается по сей день. И вот эта память о местечке, как и литература, представляет два типа пригодного прошлого – позитивный и негативный, идиллическая картина и критическая картина. Пригодная, потому что идиллическая картина позволяет астальгировать по детству и по такому еврейскому миру, неразрушенному, скажем, геноциду, войной и, скажем, антинитизму. Негативная картина – это пригодное в прошлое, потому что оправдывает выход из местечка и успокаивает тех, кто там же больше не живет, а это, собственно, все, кто вам рассказывает. Идиллическая картина состоит из следующих примерно двух комментов. Я к каждому тезису буду приводить одну, максимум, две цитаты, как мне кажется, наиболее показательных или забавных, но в целом за каждым тезисом стоит их больше, то есть это достаточно скреплены. Первый компонент этой идиллической картины, потому что местечка – это цель еврейский мир, и евреи там везде, и в центре, и на периферии, в отличие от дальнейшего существования в городе, где они наобончены жизни, наобончены цивилизации. Ну, например, мы жили в самой еврейской среде, это местечковое еврейство, это самое, так сказать, вот тут всегда я среди евреев живу, я не ощущаю, что они евреи. Да, местечка такая, это интенсанс еврейства, и цель еврейский мир, все их промышленности, и сабильный завод, и завод царов, они все были в еврейских рапахах. Следующий компонент – это традиционный уклад, который вот так вот идиллически, идиллически написывается, что были обычаи, были традиции, они повторялись, они были незыблемы, и в этом такой успокоительный эффект. Как пишет один такой домораженный поэт, «пекли калачи, местечко гулял до самой ночи». из года в год «пекли», из недели в неделю гуляли, и это тоже часть идеи. Еще один компонент – люди Песечко, которые описываются как такие эпические герои, например, «невероятной красоты», «невероятного мая», «благородства» Шохет. Да, Шохет – это резник, человек, который забивает скот, и который нежно померяемо с сочетанием с эпитетом «красоту» и «благородства». И, наконец, Месечковый социум в таких идеических картинах представляется как идеальный социум с тесными взаимоотношениями, полной промерностью друг от други и взаимопомощи. Все знали друг друга, знали того, что на обед. Это оценивается позитивно, в отличие от кого, как можно было бы ожидать. Ну и всякие истории, типа такой а-ля хасидской мальсе, помогали друг другу. У нас был один, который собирал деньги для бедных на Песах, чтобы была курица на Песах. Так он говорил, может кто-то меня обвиняет в том, что я себе что-то оставляю. Так я себе оставляю 5 копеек, чтобы тот человек, который так думает, чтобы он не имел греха. А то есть, может, равный персонаж получился. Третичная картина менее, может быть, нюансирована. Главное, это бедность, что там ели одну бульбу и такого рода дома, про еду, такого рода комментарии. И второй, более, наверное, интересный компонент, это отсталость, нахождение мистейчика на обочине цивилизации. Невероятно-симпатичный компляр. Этот роман, у нас прадедый, дед приехал из Варшавы до Валимина в наше время, он там сфотографировался. Приехал в это мистейчко, с говорящим названием Житковичи, и показывает фотографию. Это вызвало большой шок по дороге, поскольку они только могут сказать, вот Тельги съездил в Варшаву, купил карточку, копи Тельги. Они понимают, что можно сфотографироваться. Вот такой характерный момент для общего представления о глухе информанту, неудобно называть местечко, какое-то глухое место, ну, так сказать, ободдалекость цивилизации. То есть, немедленно по тем временам фотография была в ряду лет 50 как, дегеротипы и так далее, а вот они об этом не знают. И третий, собственно, подход к местечку, это, тоже очень говорящий, это молчание и забвение, когда информанты рассказывают, что их родители про местечко не говорили, говорили «а» и «махали рукой». То есть, элиминировать это из коллективной и семейной памяти. Местечковость такая совокупная характеристика поведения как местечковых евреев, так и, собственно, других групп евреев, другого же поколения, других типов евреев, и вообще евреев, с которыми говорящий не хочет ассоциироваться. Непосредственно связь с местечком здесь можно обсуждать, то есть какие-то характеристики связаны, какие-то уже отдалены, но главное, что говорящие, говорим форманты, лимонористы это не прописывают. То есть, местечковость, в принципе, дистанцировалась от своего источника. И компоненты здесь в порядке бывания частотности и очевидности такие, во-первых, это, видимо, религиозность, местечковые или это или для старого мира, как их называют, и их религиозность и необходимость как-то с этим ассоциироваться вызывают сильно негативные эмоции у рассказчиков. Как правило, это связано со старшими через поколение родственниками, бабушками и дедушками. Нести тарость, тарит, да, молитвы на Патрубала для дедушки не было таким позором и таким несчастьем. Ходить с ногу за мацой нужно было взять мацу и уязнуть. Им рассказы про существование с такими религиозными старшими родственниками дома тоже привлекают в стыд, презрение иронику. Симпатичный рассказ про бабушку, которая кушала из своей кошерной посуды. Мы спросили, что будет, если воспользоваться нашей некошерной посудой, и в ответ услышали, что тогда развяжется земля и нарушитель провалится в три сплодня. Мы не любили бабушку и желали от нее избавиться. Взяли свою тарифную ложку и обмакнули бабушке компот. Когда бабушка приготовилась есть, мы предусмотрительно ушли в дальний угол комнаты. Компот был получен, съеден, а мы разочарованы. Следующий компонент язык. Причем он делится в свою очередь на несколько стадий. Во-первых, это, собственно, неправильная идиш, фонетические, местечковые нормы. Как один митинг-информант говорит, что вот этот местечковый еврей будет говорить фуфчик или фуфцик. То есть, неправильная идиш, он будет душеваться. Следующий этап более понятный, собственно, сам идиш, правда, саму бабушку, которую пытались убить с помощью дрифляной ложки. Еще решила показать бабушке метрон, эскалатой она схватившаяся время на коле за помощь и кричала свою безмерную идиот. Сцена ужасно все насмотрели и смеялись. Следующий этап уже акцент в русском, индишский акцент в русском, киевский рассказ, как рассказывает информантка, что в подвале в нашем доме живая вредская семья и там была старушечка, была снежная старушечка, соседивная с сединой, старушечка была даже красивая, но как я ненавидела эту старушку только за то, что она говорится противным акцентом. У нас была солнечная комната, они живы в подвале, это был очень сырый грибок, мама разговала и она лежала у нас на границе на стороне, и я задыхалась просто от отвращения и говорила маме, зачем ты к нам мешкуха или еще что-нибудь, которые сохраняются позже в следующем поколении, когда уже нет ни лидиши, ни акцента, ничего, но и наконец имена, тоже традиционные риски имена можно тоже нанести сюда. Следующий компонент это необразованность, которая тоже делится на разные варианты. В первых, это просто отсутствие образования как такового и образования высшего, что с местечком все тесто коррелирует. Тетя Лейка всю жизнь оставалась домашней хозяйкой без образования и вообще осталась типичного стечкового времени. И жизнь стечки, вот здесь как раз одна связь была не культурной, никакого образования, никакого освещения, только сплетничали, что соседи делаются. Позитивная интерпретация, когда речь идет о своих родственниках, родителях, информация сокрушается, что они не смогли получить ваше образование, но компенсировали какими-то суррогатами, много читали, к этому еще неудобно. Второе образование было, но оно было не такое, как и нужно, оно было не секулярное и русское, а врат, еврейское и религиозное. Это все равно, что его не было, и даже хуже, достаточно сказать, что его заставили получить еврейское и религиозное образование. Мальчик, который с детства ненавидел именно местечковый еврейский быт, который желал выше одного навсегда бороться с запхлой, чуждой атмосферы, родиться в его дом к свету русской культуры. То есть не русское образование это даже плохо. И более тонкое отношение уже скорее позднее к следующему поколению столичных евреев это иерархия образования технари версус гуманитария. Такая цитата считала, что маме и семья немножечко интеллигентнее, а не гуманитария. А папина были технарии. Даже не от дедушки технари, а бабушки юрист. Но юрист тоже ближе к местечку, потому что это иерейская профессия. То есть остатки местечкового образования тоже не консируются. Следующий компонент это социопрофессиональная специализация. Что евреи это торгашисты, популярные базарные люди собственно если на заглаве базарные люди. Это слишком похоже на антисемитские наветки, поэтому требуют реального комментария. Действительно приезжающие города. Местечко это было по разуму. В более иерейских местечках евреи занимались в разными профессиями. В смешанных действительно чаще посредничественными торговыми приезжая в города действительно часто занимались этими вещами, завмами и коммерсантами. И на этом основании евреи даже сданяли в Москве несколько раз. И еврейские же общественные деятели признавали это в своих письмах в ЦК. что да, можно если среди русских сегодня 10% занимается коммерческой, а среди еврейского скажем 50% и были готовы 20% его признать. Информант этого следят, говоря о своих старших родственных. Молодежь, когда ходила, все дети, у которых работали родители в торговле, студились этого страшно и скрывали. Или другая прекрасная цитата. Нам так помывали мозги, что я считал, что если евреи так относятся, то это правильно, потому что они такие сенькие, они спекуляциями занимаются на базаре, но все так вот, в магазине за обмаги евреи. А себя вот так с этим не ассоциировались, спрашивает собиратель? Нет, так же, я же такой хороший. Это черта не своих евреев, а чужих местечковых прежних. С этим связана моральность, местечковая аморальность. Евреи соответственно свойством дурить, выгодать, евреи были выражены как-то химичить и чуть-чуть приворовывать. То есть аморальность связана с профессиональной нишей. И так же это, понятно, связано с предыдущими категориями, с отсутствием образования, и что любопытно с религиозностью. Это были одни и те же люди, торговцы, завмаги, которые химичили, они же ходили в синагония. Например, сын такой Чарни Зиндерфайн, известный как баба Чарна, бабушки, у которой проходили в 70-е годы, 70-е даже все обрезания в Москве, все, ну, многие обрезания в Москве, для ее квартиры, проходили тайны, естественно. Ее сын вспоминает, что синагоги и во время службы делали и шеф для этого туда и ходили. И еще прекрасный портрет, совмещающий двойное отвращение рассказчика, поражающий двойное отвращение рассказчика и религиозностью, и профессией такого пестичкового бюрея, он наматывал на руки вот эти, имеется в виду, отфилинки, кожаные мешки для молитвы, он наматывал эти отфилины в свои волосатые руки, он был несимпатичным человеком, это был заскорозлый спекулянт, спекулянт. То есть, он наматывал филин, то есть, он молился, при этом был доскорозлый спекулянт. Следующий блок может синхронизироваться со всем вышесказом, то есть, уже относиться к 20-м, 30-м, к 40-м годам, а также он сохраняется на более позднем этапе, когда все вышеназванные компоненты уже ушли, когда уже нет религии, нет языка даже, нет акцента, а сохраняются манеры и какие-то бытовые привычки повседневной практики, которые вот ассоциируются с местечковыми речками от скандальности. Громкий голос, исполченность, теперь в бывшем применении речь про коммуналку поселилась при первой местечковой семье лично заквас по коммунальному слову скандалов. Излишняя жестикуляция, и очень громкая речь, излишняя жестикуляция, которая, ну, лучше всего выражена известным анекдотом про то, как пожилого и тысячкового еврея учит пользоваться телефоном и говорят, что он должен одаро подержать друг по другой набирать наград, на что он говорит, чем же я буду разговаривать. Бесстатность разного рода и разные, так, такая неряшная восьмичистоплотность, разные бытовые привычки, иногда довольно неожиданные, например, такая фраза, старшая родственница говорит молодому человеку, ни в коем случае не потерпевайте брюки слишком высоко, иначе сразу будет видно, какой вы националист. Да, вот такая речь. И, наконец, самая сложная, наверное, непонятная местечковость, потребующая какой-то дополнительной рефлексией, не сразу заметной, это своего рода ретико-национализм, но очень своего специфического ретико-национализма, некое подчеркивание, или, как любых говорить, выпячивание своего еврейства, причем с акцентом на всякого рода бедствиях и проблемах, да, то есть негативно окрашенные, прежде всего, естественно, речь идет о Холокосте, который не называется таким образом, чуть никак не называется, но вот речь идет о нем, и о бытовом государственном антисемитизме. И, вообще, такая монополия еврейская тема в разговоре, которая воспринимается как черта забитого, запхлого, местечкового еврейства. Это Марка, который приехал в Киев, после, не на роды Подмосковья, вот как раз и жалуется, что там зацикливаются, на этом, а она не привыкла зацикливаться, с такими евреями братство не ощущает, потому что она не хочет жить и на все смотреть через призму национального унижения. Максимальный риторический радикализм вот в этом отношении к местечковым евреям появляется в прекрасной такой классификации. Она несколько раз встречается, самый подробный пример. Ленинградский собственно еврей мы привыкши в Америку рассказывать, что ему кто-то в конце войны повернул свое кредо, что есть евреи или жиды. Кто-то это еврей тоже. Что евреи это вот мы, которые вовьем и честный делим труд, а жиды это те, которые не только воевать не хотят, но хотят укрыться от войны. То есть воюет в Ташкенте. Если евреи хорошие, есть евреи плохие. Это он же сам информант и дальше додумывает эту мысль. Есть евреи интеллигентные, скажем наши, иммиградские. А есть местечковые, которые держатся за свою местечковость, даже не будучи религиозными, а просто такие ушлые явления. И я старался сам всегда не быть ушным, делать все честно и стараться всегда подчиняться тому, к чему меня призывают. То есть вводится категория жидов очень естественно сильно национально нагруженная, нагруженный термин практически депуированный в уставке евреев. Тем не менее он вводится и используется для вот такого максимального очермения местечковых евреев. Здесь мы видим, что она отождествляется с местечковостью. Зачем это может быть нужно? Это, как мне кажется, оптимальная стратегия борьбы с севетизмом, как внешним, так и интернализованным. Не через защиту еврейства, что сложно, не через отказ от собственного еврейства, что считается предательством и не одобряется, а через канализирование всех дурных качеств на каких-то других чужих евреев. И тем самым человек отвечает себе, понятный вопрос, за что нас не любят таких хороших. Человек виноватый, виноватый не мы. Вот такая цитата, более мягкое слово «жиды» и слово «неприятный». Есть неприятные евреи из-за таких нас и не любят. Мстечковые всякие уши, плохие, выше названые, такие. Как видно из этого цитата про наших интеллигентных и плохих мстечковых, антониум к жидам мстечковым является категория интеллигентных евреев. У нее тоже, как у мстечковых, в две стадии. Есть, собственно, социальное значение. Интеллигентный еврей, так и интеллигент и психологическое. Интеллигентный человек, носитель интеллигентности. Это часто смешивается и важно, что и там, и там, и от него компонентом оказывается высшее образование или его какие-то суррогаты, самообразование, начитывность и т.д. Ну, говоря про социальную интеллигенцию, про интеллигенцию как социальную группу. Рассказывают про мстечковую интеллигенцию, что кажется да, всего равно, но нет, это вполне ясная категория в представлении форматов. Мстечковая интеллигенция секулярна. И здесь есть такой эронический момент, собиратели стараются прежде всего выяснить какие-то элементы традиционного плата, спрашивают про это и все время спрашивают а что ваш дедушка носил кипу, бордом, а информанты как раз утверждают, что их предки были мстечковой интеллигенцией, возмущаются. Нет, что, какой борд? Это был рефимирный интеллигент и такой бордый. Отец шабар не отмечал? Нет, тогда вообще прогрессивную интеллигенцию не отмечала. У нас не было верующих фанатиков, у нас были грамотные интеллигенты. Эти секулярные люди, конечно, получили русское общагазование и русское образование были доверены в русскую культуру. Как когда-то в России говорили по-французски, у нас интеллигенты говорили по-русски. Цитирули Толстого страницами и так далее, пользуются уважением в местечке, в общении. И что важно, что потом уйдет из категории интеллигентности и интеллигенции были довольно состоятельные. Это было связано с образованием, потому что нужно оплатить за образование те, кто были интеллигентами, те, кто учились в гимназиях. Это интеллигенция, это, конечно, благочили. Также богат традиционная интеллигентская добродетель, потому что она связана с общеноплодотворительностью, поэтому высокооценивается. А дальше можно было получить личное интеллигентство интеллигентции и проходом туда пропуском было высшее образование. Вещи, общече, чрезвычайно состоящие в аксиологии у всех этих информантов и иномаризоров. А также правильные социальные связи. Иногда эти социальные связи явно совершенно заменяют образование. Образование, она была, конечно, самолучкой, но группы людей, с которыми она общалась, было очень интересным. Всю жизнь она общалась людьми интеллигентными образованными, то есть круг заменяет собственное образование. И есть параллель к этому психологическому характеристику интеллигентности, которая включает всякую мягкость, деликатность, неприспособленность к жизни, понятное дело, и тоже всегда требует либо образования, либо самообразования. форманты сильно пытаются объяснить, что хотя их старшие родственники образования не получили, но они обладали внутренней культурностью, врожденной интеллигентностью, много читали и тем самым пробел восполнили. Вообще, интеллигентный, кажется, самый такой вожделенный эпитет, и очень многие форманты сперят родителям свое окружение, себя напрямую нельзя награждать, потому что это нескромно, поэтому они делают это косвенно, или говорят про родителей, или про супруга, как правило, про супруга, или про супругу, или как-то говорят, что вы жили как остальная интеллигенция, но, в общем, отождествляют себя с интеллигенцией. Видим, интеллигентность, если интеллигенция и интеллигентность особенно воспринимаются как такое ограниченное благо, особенно для евреев, бывших местечковых евреев, и нужно успешить наградить им своих, чтобы она не досталась чужим должностей душа организования. Тут есть еще любопытный сюжет, это кривиация интеллигентности с традиционным местечковым концептом Ихуса или Ихуса, который изначально это высокое происхождение, но дальше становится в разных слой происхождения, образование, социальный статус, состоятельность и какие-то личные качества. И, видимо, многие советские евреи этого слова уже не помнили, но интеллигентность у них становится тоже таким очень сложным понятием, который включает все вышеназванное, кроме состоятельности, потому что это себя дискредитировало на примере вот этих местечковых замманов. А так остается происхождение и образование особенно, и какие-то личные свойства. самые радикальные перспективные в плане поисков национального утешения и национальной гордости евреан это утверждение такой глуполой антигентности евреев как населения черты. Но в таких выражениях например, потому что еврейская молодежь это особая молодежь, но совсем другая ментальность. Основная интеллигенция была еврейская интеллигенция, такие отличаются утверждения, и в общем, понятно, куда они берутся. следующий этап развития этой темы как в случае с понятием Ихоса, который информанты в нынешнем местечках уже не помнят, но они помнят выражение типа Ихос-Тухос. Ихос жопа. То есть такое пародийное снижение этого концепта, подумаешь, что он себе возомнил Ихос-Тухос. Так и с интеллигентностью протоксальным образом и непротоксальным происходят в представлении городских уже вполне столичных советских евреев, которым это серьезно, очень серьезное отношение к высшему образованию тоже начинает уже воспринимать как признак местечковости. Делать бигдивы из образования детей, это уже вульгарно, это уже местечково. Те, кто думает, что не общиня, что те, кто считает евреев более умные нации, это мудаки и сами неумные. То есть следующий проходит. И сомнируя, какие, собственно, стратегии преодоления местечкости и приобретения интеллигентности можно увидеть переходы в другую сцену в руку путем получения высшего образования. Для поколения выхват из местечка это нереально, реально это только в отношении их детей, поэтому это такая дефицит такой у этих даже двух поколений это дать высшее образование детям, а потом все время говорится, как они себя надрывались, чтобы дать высшее образование детям, и потом этим гордиться, потому что как в ИФС, который переходит как с родителями детей, так с детей и родителей, это вот эти явности высшее образование тоже соответственно переходят с детей и родителей, и родители могут гордиться. Это объясняет собственно парадокс в расширенной цитате этого звания. Новый доклад, Гневалка это же простые базарные люди, каждый человек, который был Гневалк, может относиться к другим как к простым базарным людям, когда он сам так выражается. Это женщина себя уже простым базарным людьми не причисляла, потому что всем своим пятерых детям дало высшее образование, которые я учил. Следующая стратегия это включение в русскую культуру путем образования, путем декларативной любви к русской культуре в Пушкино-Толстом и так далее, выражение типа я русский интеллигент еврейской национальности, и конечно мне русский интеллигент ближе, чем какой-то сифардистский иудей и тому подобного сказать. Это иллюминация очередных еврейских элементов, как то лиги, язык, имена. Это социальная стратегия, может быть, очень важно, более важно взаимодействовать с интеллигентами и игнорировать местечковых. И собственно самое последнее и то, что наиболее единственное, в чем мы можем быть уверены на основании наших источников, это нарративная и репрезентационная стратегия, собственно, как люди говорят, что не будучи спрошенным, а местечковости или интеллигентности, декларировать эту границу, помещая себя и своих близких по одну сторону, и чужих по другую, осуждать тех, кто по другую, вот это и есть очевидно такая стратегия благодарения местечковости, заяичной местечковости есть, и что мы к ней не принадлежим, что мы к ней уже отошли и никогда этим местечковым явлением не были. Продоксальным образом, этот же факт такому объективному наблюдателю сигнализирует о том, что говорящий как раз так или иначе к этому причастен, так что наиболее все представители этой самой люминальной группы, люди, которые так или иначе к этой местечковости причастны. Это опять-таки объясняет эту цитату, что говорящий не бал, особенно сильное искушение сообщить, что те простые базарные люди, и собственно так было в той ситуации, дочку с сыном этих простых базарных людей разведем это зверя. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо, у нас, к сожалению, нет времени на дискуссию, надеюсь, что она продолжится в курларах.